С самого утра в субботу на центральной площади Мозыря развернулся настоящий гастрономический фест. На многочисленных подворьях что-то жарилось, варилось и пеклось. Гостей праздника собирались встречать максимально хлебосольно. Причем каждый повар обязательно утверждал, что его блюдо чрезвычайно вкусное. И не важно, кто его приготовил, представитель мясокомбината или учебного заведения. Очень вкусно. Рыба, картошка и приправа. Рыба какая? Вся речная, озерная, карпы, штуки. Дожинки – это не просто праздник с подведением итогов сельскохозяйственного года, но еще и выставка достижений региона с демонстрацией как уже традиционных отраслей, так и новых перспективных направлений, в частности овцеводство и пчеловодство. В этом году на Гомельщине началась реализация проекта, конечная цель которого – обеспечить все население качественным медом. Мы пытаемся продвинуть продукты пчеловодства, чтобы пасечники увеличивались в разы, чтобы мед был доступен всем и каждому. Мы хотим обучать пчеловодов, производить оборудование для пчеловождения. То есть это и улья, рамки, эпидомики, то есть здоровье в каждый дом. Сельское хозяйство – отрасль особая. От результатов ее работы напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Сегодня население Беларуси полностью обеспечено качественными продуктами питания. В подтверждение всего несколько цифр. Ежедневно жители Гомельской области покупают 375 тонн молочной продукции, 70 тонн колбасных изделий, 200 тонн мяса птицы и около миллиона яиц. В свою очередь сельхозпредприятия, достигающие высоких темпов производства, могут обеспечить своим работникам достойный уровень жизни. Если чисто переводить тему на отрасль сельского хозяйства, то Музырский район является флагманом у нас на Гомельщине. Хотя, конечно, есть еще резервы достижения, увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных, увеличение урожайности. Ну а то, что касается зерноуборки, то, учитывая то, что у нас есть арендованные площади в Наравлянском районе, то у нас 106,5% роста валового сбора зерновых колоссовых к уровню прошлого года. Поэтому я считаю, что при такой засухе это достойный результат. Средняя заработная плата за 9 месяцев этого года у нас по хозяйству составила 1500 рублей. Ну и натуроплата, я думаю, что многие в нашей области знают, потому что нашему примеру следовали многие хозяйства. Хороший социальный пакет в виде натуроплаты. То есть то, что мы производим, все это имеют в первую очередь наши работники. Кстати, во время проведения нынешних областных дожинок директор совхоза комбината «Заря» Олег Слинько и директор сельхозпредприятия «Полесье Агра» Михаил Копинский награждены грамотами администрации президента Беларуси. Профессионализм и целеустремленность – это, пожалуй, главная составляющая успеха аграриев. Хотя никто не будет спорить, без современных технологий надеяться на высокую производительность очень сложно. В Беларуси действительно есть чем гордиться в этом плане. Выставка, организованная в рамках областных дожинок – еще одно подтверждение тому, что отечественная сельхозтехника находится на уровне лучших мировых аналогов. Гомсельмаш является лидером производителей сельхозтехники, которая пользуется спросом практически во всем мире. Мы входим в пятерку самых крупных предприятий, которые изготавливают аналогичную технику. Наши основные поставки, естественно, это Республика Беларусь, где около 80% всего парка техники является Гомельской. Конечно, благодаря и президенту Республики Беларусь, который нам в трудную минуту помог и принял стратегические решения, мы на сегодняшний день уверенно чувствуем себя. И я знаю и понимаю в наш коллективе, что мы не подведем. Наши аграрии будут довольны нашей техникой. Награждение победителей, пожалуй, главное мероприятие дожинок. Лучший по производству зерна – Жлобинский район. Темпы роста волового сбора за последние три года достигли 130%. Лучшее хозяйство в этой номинации – опытная база «Крыничная» Мозырского района. Почти треть экипажей комбайнеров собрали более тысячи тонн зерна. Победителем с результатом 2674 тонны стал экипаж Ивана Вырвича из агрокомбината «Холмич» Реческого района. Лучший водитель по перевозке зерна – Григорий Молочка из акционерного общества «Чимериский» Брагинского района. 2457 тонн. И, пожалуй, самый главный результат, на который работал весь регион. Урожай зерновых в 2020-м – на треть больше прошлогоднего. В текущем году мы получили больше урожая, чем в прошлом году. Больше на 30% и намолотили более 915 тысяч. Конечно, когда мы посмотрели и вернулись к истории этих лет, увидели, что помещено может молотить и более миллиона. Поэтому на сегодняшний день мы, конечно, не останавливаемся на этом. И уже закладываем урожай следующего года. Наша задача – молотить не менее миллиона тонн в следующем году. В какой-то мере областные дожинки в Мозыре можно назвать первым этапом подведения итогов нынешнего сельскохозяйственного года. Продолжается уборка кукурузы, а это значит, что на Гомельщине еще будут новые победители, которых также ждут награды и заслуженное признание. Влаги в августе недостаточно было. И, конечно, первые морозы, которые были в мае, они, конечно, повлияли. Но мы себя не останавливаемся и ставим задачу, конечно, и больше намолотить. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели из Мозыря.